Ребята, готовы? Раз, два, три, пять, пять, пять! Стоять! Стоять! А че, можно брать? Да! Что, сдаешься? Все осталось и победил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если вы находитесь внизу, вам не будет представлена вся полнота картины Поэтому не зря военные занимают господствующие высоты Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тот, который имеет наименьшее количество краски ВТ-7 колесно-гусечный танк РКК Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Показали о том, что мы самые сильные И наш суверенитет сегодня очень важен Мы смотрим на те события, которые происходят на Украине Мы смотрим на них с тревогой, печалью и даже болью И наша задача сделать сегодня все возможное, чтобы те кровавые годы не повторились Чтобы в нашей стране был мир И скоро, уважаемые друзья, у нас будет повод показать нашу сплоченность, наш патриотизм, наше единение Совсем скоро состоятся выборы губернатора Самарской области 14 сентября мы все сможем в очередной раз показать, что мы едины, мы консолидированы Итак, уважаемые гости технического музея Сегодня наша реконструкция усвящена уникальному историческому событию Крымской наступательной операции 1944 года Для освобождения Крыма от немецко-румынских войск в ходе Великой Отечественной войны События весны 1944 года легли в основу нашей реконструкции А теперь, друзья, я попрошу вас представить, что мы перенеслись с вами в Крым 1944 года Вокруг нас тень Посмотрите на это поле боя Ни одной высоты Бездорожья А если дождь, то это еще и настоящая русская сплякость, друзья мои По которой придлекся ползти по-пластунски И вот встречаются две мощные К того времени уже уставшие Измотанные войной солдаты Двух мощнейших армий мира Вермахта Из Советского Союза Дорогие друзья В составе наступающих частей Советской Армии Приняли участие 470 тысяч человек 5982 орудия и миномета 559 танков ИСАУ 1250 самолетов Ну а теперь, дорогие друзья Чтобы вам было понятнее Какие солдаты В каком обмундировании Находились на этой равнине В Крыму В 1944 году Прошу обратить ваше внимание сюда Здесь появляются два представителя этих армии Итак, друзья мои Солдат немецкой армии И солдат Красной Армии Пожалуйста Сейчас об оружии И обмундировании того времени Великую войну В русско-японскую войну Гражданскую Встретила она и Великую Отечественную Итак, друзья Как вы видите Процесс перезарядки Занимает довольно Такое Серьезное количество времени Выстрел Аплодисменты Пятизарядная винтовка Мусина Здесь еще нет круглого котелка Ну а солдат германской армии Перед нами представитель авиаполевой дивизии Дело в том, что дивизия авиаполевая Люфтваффе Включала не только авиацию Истребительную Бордировочную Но в германской армии Летчиками считались И танкисты И артиллеристы И пехотинцы С октября 1942 года Они воевали На советско-германском фронте На вооружении У германского солдата Винтовка Маузера Образца 1898 года Они принимали участие В Англобургской войне Они принимали участие В Первой мировой войне Во Второй мировой войне И до сих пор Многие охотники Используют эти винтовки И карабины В современной жизни Вот в таком круглом кожуке Сухар Пулка Плащ-палатка Фляга И ткань В отличие от Хлопчатобумажной Демностерки Это сукло Здесь мы видим Три танка Танк под номером 117 Это танк ЛТ-38 Производство Чешской фирмы Шкода Дело в том, что Когда в марте 1939 года Чехия Практически без боя Передала свои арсеналы Вермахту Немецкие танки Это были Чешские танки И вот ЛТ-38 Чешский танк Шкода Находится на нашем поле боя Ну а танк Номер 0-42 Это жемчужина Технического музея Если вы зайдете на страничку Википедии Вы увидите Именно эту модель Танк производился В Горьком С 1942 Года С 1941-1942 Году Было выпущено Около 8 тысяч Экземпляров В таком бронированном Мотоцикле Наши танкисты Встречали немецкие Танки под Трохоровкой 28% На северном фасе Курской дуги Были машиной Этого типа А теперь друзья И немножечко Истории В течение трех дней Шли ожесточенные бои И к исходу дня На Перекопском Пересейке Аплодисменты Ваши друзья 11 апреля Благодаря танковому корпусу Поддержке авиации И Черноморского флота Были освобождены Города Жанкой И Керчь 14 апреля Судак И 15 апреля А Алушту А 16 апреля Вышли К Севастополю Мы Ставим Свидетелями Эпизода Военных действий Той битвы Внимание На поле боя Свидетелями Свидетелями А заброшенный Разбомбленный Укрепрайон Ну что ж друзья Поле чисто Но на данный момент Я хочу сказать Что германские войска Могут чувствовать себя В безопасности Начинается отступление Ну что ж друзья мои Теперь каждый из вас Может оценить Камуфляжный Вот этот самый Цвет Хаки Да А потому что Там вдали Сливаясь с травой Сначала наши войска Не были видны И на приближающихся Советским войскам Появляются Два джипа ГАЗ-69 Пехота Расцепаясь По Полю Отправляются Занимать Позиции Немцы Отстреливаются Пытаясь Нанести Какой-то урон Приближающийся Советским войскам Ну что ж Я повторюсь В 1944 год Освобождение Крыма Наша армия Действует Стремительно И умело Обращаю ваше внимание Что Бойцы Занимают места В окону В то же время Друзья Сложенная работа Сложенная работа А наши войска Позволяет Развернуться На данной позиции Дивизионная пушка Дивизионная пушка Семидесятишемиметровая Компции Василия Крымича Разворачивается Шатинести Погревой удар Семидесятишемем Это орудие Орудие Насчитывало Четыре человека Расчет Добавилу Семидесятишемем Добавил Семидесятишем Пожел Семидесятишем Встреча на вражеские позиции Ну что ж, друзья мои, немецкие войска понимают, чьи это грозит их позициям, поэтому заебают над уродом Открывает огонь антиллерия Ну что ж, друзья мои, а теперь представьте, что чувствует простой салат Солдат сидя в таком окопе обстреливаемой артиллерией Артиллерийское орудие СС-3 посылало снаряды на расстоянии 13 тысяч 900 метров И это еще и контузия солдат, которые при атаке наших войск просто-напросто теряли арендуцию пространства Но, конечно же, немецкая армия была тоже хорошо обучена Оно все-таки усталшеет. Итак, друзья мои, на этот момент в советские войска готовятся атаковать вражеские позиции. Но подготовка прошла. Но, естественно, как вы слышали, произошло в эту атаку. Соответственно, этот бой про атаковать и, конечно, друзья, вы понимаете, что это круто. Каждый бой, который поднимается в полную или хотя бы полупасителя, его, конечно же, видит противник. Со стороны немцев слышны автоматные очереди. МП-40, МП-38, 9-м пистолеты Германская армия. Атака советских войск захлебнулась. Ну что ж, друзья, я рассказывал, что Севастополь штурманули наши долго и упорно. И здесь наши войска, которые боются, им есть за что воевать. Севастополь of the NPS А сейчас на природе двух после надИ보ments готовы. Готовцы и microbi倍. команды ямальцевой армии всегда были танки. Ну а теперь вы видите, как брошенная техника на войнах в сражении. Пришлите для наших войск те самые танки, которые остались с 43-го года, никуда не зелись. А вот они теперь помогают нашим солдатам. Это немецкий танк Т-6 «Тигр» выходит на поле. Тяжелая машина, оснащенная 700-сильным двигателем, пушкой калибром 68, 5-человек экипаж, лобовая машина, 100-мм, 40-х километров в час. Один танк. Теперь наши войска выглядят в прогрешном положении, поскольку ничего с этой грозной машиной поделается. Пушка сибирь бесполезна. Нашим ничего не останется делать, чтобы ступить куда-то. Заня, образный один этап, так и можем от всей жизни себя всех наших странах. Мы слышим, что у нас башня «Тигра» работает по «МГ-42». Каспортных километров. Алабабу убрала «Тигр». К сожалению, шнаряд из «ЕСПИ» прочи могли. Итак, «Тигр» выходит на поле боя. Друзья мои, которые только что проводили войска Красной Армии, обращаются против их окопов благодаря вот этой грозной машине. Друзья мои, первый раз «Тигр» появились на фронте в ноябре 1942 года под Ленинградом. Это был самый неудачный дебют танка в истории. Они попали в болото, а в результате артиллерийского налета три машины оказались подбиты. Две машины были взорваны экипажем, а один «Тигр» оказался в исправном составлении. Доставлен для анализа специалистом бронетанковой техники. К 1943 году он был испытан и были выяснены все главные уязвимые части этой машины. Солдаты встретились с «Тигром». Они уже располагали информацию об этой машине. Было выпущено 1354 экземпляра. «Тигр-1» производился с 1942 по 1944 год. Ну что ж, друзья мои, теперь как вы понимаете, что данные разведки очень ценны на поле боя. И после изучения этой машины наши нашли противодиаде для «Тигра». Но пока что на нашем поле сражения, на Крымской земле, переезд на стороне немецких солдат. Благодаря упрекому, а тому непрогаемому практически в лоб танку. Танковый десант покидает машину. Помысляют о атаке. Как вы видите, теперь у перелеса «Ерманский войск» значителен. Оно в технике просто превосходство очевидное более чем. Вновь повременная ситуация. Еще не задействована артиллерия и авиация РКК. Основные по цели немецкие танки понесли именно от действия артиллерии и авиации. К сожалению, бороться в прямом бою с тяжелыми танками у «Тигра», который выпускал шлист в острове страницах, было очень тяжело. Обратите внимание, что мы смотрели фильмы, что к «Тигру» подобраться весьма сложно. Если вы увидели, что они подбегали с гранатами и бросали их под гусеницы. Потому что следом за танком, укрываясь за его броней, находится множество солдат-неприятеля, которые так же не дремлют. Ну а это, друзья, ну и стрелки по нашим позициям. Выстрелы «Тигр» практически обезвредил артиллерийские орудия. Ну а вот теперь вы можете представить, что такое «Толовая заявка». Ну и представить, что из себя представляют настоящие взрывы. Если это реконструкция, друзья, то на полях сражений было бойко непросто. Тем временем немецкие войска переходят в контрнаступление. Время боец Красной Армии сейчас находясь в поворотке, бросают ногу и обоих быстро. «Тигр» без движения. У него заклон двигателей. А при вероятности двигателем, чтобы повернуть башню, по крик нужно прокрутить 700 раз. Ну что ж, друзья мои, теперь вы понимаете еще и этот недостаток. Останавлившись и заклон, «Тигр» может стрелять только вперед. Боевой группы немцы в глазах становятся все ниже. Друзья мои, после такого локального успеха наши снова покидают свои траншеи. Начинается очередная атака. Арина. Арина. В результате аудиционного лота «Тигр» под крик. Ну что ж, друзья, теперь вы можете представить, что такое атака с криками. Если даже здесь сквозь Крику из велика нам слышны эти крики, что уж говорить о немецких солдатах, когда они находятся в своих укрик-прайонах и на них несутся наши ребята. С криками «Ура!» Снова наши поднимаются и выходит еще 20 метров. На данный момент подвиды «Тигр» слушат отличным укрытием. Немецкие солдаты вырастают гранаты. Но гранаты — это не артиллерия, которую мы видели практически недавно. Отдышавшись за «Тигром» наши бойцы накапливаются для атаки. Готовят силы к броску. Обратите внимание, что перед траншеями немецких солдат специальные ноги-растяжки с колючей проволокой. Ну что ж, вы видите, как с поля боя выносят раненого бойца. Слаженные действия, друзья мои, позволяют спасать жизни многих и многих солдат нашей армии. И бесстрашная санитарка полный рост бежит к этой машине скорой помощи оказать первую помощь. Обращаю ваше внимание, что за дальним танком немецкий боец пытается с флангов обойти. А наши наступательные действия, сейчас его пока не видно, обратите внимание на немца с фланга. Вот он, спрятавшись за танком, ранил одного из наших, но, естественно, солдат Красной Армии также успел зацепить немца. А ну что ж, атака нашей пехоты захлевнулась. Но и немцы, друзья мои, пытаются отбить эту атаку. Несут по цели. И вот он, ближний бой. Когда уже не хватает времени зарядить винтовку, вот идут стихи, приклады и грубая физическая стреля. Мы видим, что скайпер, наш скайпер со стороны. Варваровик атакует. Жесткая рукопашная схватка. Ну что ж, тем временем... Тем временем лопаткой... Лопатка тоже является оружием. Наши бойцы на подступах к немецкому укрепрайону. Понесят тяжелые потери. Не смогли завершить свою атаку. Обращаю ваше внимание, что красное знамя пока что высоко поднято. Один наш солдат в окопах немецких. Большие потери и у немецких войск. За чё? Но как мы видим, что... Как мы видим, что такие атаки не всегда откачивались для наших бойцов. Успешно очередная атака была отбита. Но вот посмотрите, чудом оказался один живой солдат. Причем вывяжел он из немецких окопов. Добивал он одного из немецких воинов. Но, конечно же, был сам сражен вражеской пулей. Медсестра, друзья мои. Конечно, Жанна не может спокойно следить за тем, как развивались события. Множество раненых бойцов просят помощи. Ну а теперь, друзья мои, вы можете понять мужество наших медсестер, которые, несмотря на близость к немецким траншеям, просто так выходили в поле помогать нашим солдатам. Потому что никто, кроме них, этого не сделает. Мужеству сестричек, как их называли, просто приходится восхищаться. А тем временем, друзья мои, атака набирает свои обороты. Как говорят, из последних сил наши ребята встают. Но есть такой прием, затаився убитым. Обращаю ваше внимание, что там, за тележкой, работает снайпер. Ну что ж, тем временем оглушенные, раненые бойцы на поле боя собираются на перевязку. Но, как вы видите, на Тигре появляется красное знамя. Красное знамя победы, как впоследствии, оказалось неожиданным для Германии, ну и, конечно же, предсказуемым для наших войск. Снайпер на данный момент находится за танком и ведет огонь по позициям врага. Это была маленькая победа, несмотря на такую большую цену, которую заплатили наши ребята. Победа! Ура! Еще раз, друзья мои, ура! А я хочу сказать, что в данной реконструкции передний край немецких войск был взят, но взят большой ценой, друзья мои. Большие потери с нашей стороны, большие потери со стороны немецких войск. Но если вы обратите внимание туда подальше, немецкие солдаты остаются на втором рубеже, откуда их также необходимо было выбивать о нашим ребятам, подкреплению, которое должно подойти попозже, нашей авиации, нашей артиллерии. Ну и, конечно же, друзья мои, историю знают многие. А здесь мы показали маленький кусочек тех событий 44-го года. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok